Незаметная слежка Пчела? Пчела! Гомер, эта шляпа прослужила студии 20 лет. И оставался всего день до пенсии. Пора освежить хот-доги. Я не в силах лгать себе. Я скучаю по магазину. Мы можем как-то помочь тебе вернуть работу? Я должен подать апелляцию в управление. Я поеду с тобой. Я тебя уволил, я должен сделать хоть что-то. Хотя толку в этом нет. Но я все равно поеду с тобой. Но, сэр, управление в Индии. Хорошо. Папа, это за тысячи мил отсюда. Я знаю. Это больше 16 тысяч километров. Принфилдский аэропорт. Сожалею, что мы не могли взять такси, но я истратил все деньги на самолет. Мы уже в Индии? Нет. 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 Погоди. На скорую руку. Привлизьтесь ко мне, дети мои. Можете задать мне три вопроса. Отлично. Все, что мне нужно, это... Вы голова на скорую руку? Да. Правда? Да. Вы? Да. Надеюсь, я вас просветил. Но я должен... Спасибо, приходите еще. Вот это номер! Ты представляешь, сколько детей пытались меня разыскать? Я первая? Да. Послушайте, чему Малибус Тесси учит поколение маленьких девочек? От мыслей появляются морщинки. Отлично! Я девять лет ждал, чтобы забрать свой летающий диск. Вау! В мужестве я оставлю девичью фамилию. Нет, лучше сказать, что если я решила идти замуж... Девочка, нам надо записывать других кукол. Ладно, зануды, попробуем. Раз. Привет, дети, я говорящий Красти. Два. А вот и лобух Мел, еще раз. А вот и лобух Мел. Три. Готово. Учишь профессионалов, детка. Это Красти мы готовы записывать. Что? Мардж, Лиза, мисс, извините, меня ждут дела. Я пошел. Их прозвали три мушкетера. Очень смешно. Математик, еще один математик и статистик. Хватит. Опять этот надоевший запуск корабля. Смени канал, скорей. Я не могу, не могу. Родительница. Матерь Божья. Ребята, смотрите, что я протащил на борт. Нет, Гомер. Инструменты испортятся. Осторожней с чипсами. Беру на себя. Да. Подопытная колония муравьев. Муравьи! Защищайте королеву. А где королева? Я королева. Как же? Свобода. Ужасная свобода. Болван, теперь мы уже не узнаем, можно ли научить муравьев сортировать винтики в космосе. Хорошие новости, господа. Вас ждет сюрприз. Нам удалось пригласить суперзвезду Джеймса Тейлора в Центр управления полетом. Он пожелает вам удачи и сыграет милую, спокойную музыку. Бывшая президент. Гомер, ты сломала ручку. С открытым люком мы все сгорим при возвращении. Это конец. Если я погибну, я заберу тебя с собой в ад. Погоди, Рейс, минутку. Стой. Я разукрашу твою хорошенькую бардашку. Дурацкая палка. Стой, Гомер. Если рычаг выдержит, мы сможем вернуться на землю. Не заговаривай мне зубы. Пап, ты справишься. Конечно, справиться. Это же телевизор. Пресс-конференция. Как вы решили проблему с дверью? Гомер Симпсон был настоящим героем. Он запер дверь с помощью этого предмета. Что это? Это скромный угольный фильтр. Мы веруем в фильтр тайм. Нет, мы могли увидеть фильтр крупным планом. Дурацкая палка. Опять меня обошли. Больная лихорадка из-за самого громкого матча года. Золотая игра между шелбивильскими акулами и спринфилдскими атомами. От лихорадки есть только одно средство. Взять два билета на матч. Осторожно. Не употребляйте билеты внутрь. Из-за меня теперь всех предупреждают. Пап, я продам их тебе за 50 баксов. Продано. Это не те билеты, Гомер. Добро, здесь написано бесплатный парик при покупке большого парика. Ах ты мелкий. Бесплатный парик. Я люблю тебе, Гомерчик. Она мне больше не нужна. Почему мне так не везет? Ну почему? Твой отец был неудачником, и его отец, и его отец. Это генетика, приятель. Сегодня матч. Прячься. Нельзя, чтобы меня увидели с тобой. Привет. Смотрите, у Гомера машина с автопилотом. Американская машина-робот. Ребята, в больнице мальчик-инвалид надеется, что вы победите. Я это знаю. Я сам его покалечил, чтобы вас вдохновить. Хорошо бы победить, иначе мистер Бенз обещал вернуться. Гомера, ты наш свадебный снимок. Марш, хватит жить прошлым. Приветик, сосед. Не хочешь ли ты посмотреть на мой новый бильярдный стол? Я приду. И на этот раз ты можешь быть перчиком. Папа, нет Фландерс, друзья? Что дальше? Барт получит пятерку по поведению. Осторожней, Гомер, это как бы новый стол. Смотри, Нед. Меня прозвали Журтрестом не только за безобразную толщину. Теперь можешь подать диск. Шучу. Я не Гомер. Нед, ты позволил мне провести время в кругу твоей семьи. Я хочу тебя ввести в мой дом. Недди, Недди, давай сыграем в гольф, дружище. Недди, Недди. Он нас догоняет. Мне страшно. Давай, Недди, скорей. Я не могу, это кошмар. Кажется, он меня не заметил. Получилось, мы избавились от него. Говорю вам, офицер, я ничего не пил. Как же. Нед Фландерс, кто бы мог подумать... Так, ты гораздо лучше. Теперь можете делать, что хотите, но не сорите. Не будем. Эта птица убьет слона. Остановите ее. Нет, папа, она его причесывает. Причесывает. Гомер, у тебя на голове птичка? Знаю, она меня причесывает. Охотился на китов, забивал котиков, отстреливал лис. И, конечно, промышлял слоновой костью. Папа, не продавай его. Тортыга мой друг. Не горю, я найду тебе нового слона. Его я тоже куплю. Идет. Утром я его заберу. Вот ключи. К слонам не нужны ключи. Тогда я их сохраню. Не бойся, Топтыга. Я не позволю Гомеру продать тебе торговцу. Молодец, Топтыга. Врежь ему за меня. Ой, а я думала, что в родной среде ему будет лучше. Так и есть. Почему же он нападает на других слонов? Животные-то не люди, миссис Симпсон. Некоторые задираются потому, что им плохо пришлось в жизни. У других просто несносный нрав. Хватит. Хватит, мистер Симпсон. Хватит. Хватит.